Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы будем рассказывать о том, как празднуют Рождество и Новый год в Европе. Мы уже с вами были в Греции, узнали из наших прошлых циклов программ о том, что, например, роль Деда Мороза в Греции и на Кипре выполняет Святой Василий. Это старик с белой бородой, который объезжает дома и дарит подарки детям. Ну и также мы с вами говорили о том, как Рождество и Новый год празднуют в Дании и Норвеке. Но сегодня мне еще хотелось бы поговорить в общем даже о каких-то общих и скандинавских традициях. Так вот, если мы будем говорить о Скандинавии, то у наших соседей Рождество, да и в принципе и Новый год является такой составной частью праздника 12 дней, да, который у нас, ну и фактически это такие рождественские праздники, которые выступают с 24 декабря по 6 января. И обычно, вот у нас вновь мы возвращаемся, например, к тому, что у нас здесь есть, да, например, ну вот здесь мы посмотрим Скандинавию. А сейчас мы поговорим еще о главном атрибуте праздника Нового года и Рождества, это елки. Так вот, в первый день, то есть 24 декабря нужно нарядить елку. Ну, конечно же, обычай наряжать елку в Скандинавии пришел, безусловно, из Германии. Так вот, если говорить о елке, то ее наряжают 24 декабря. Ну, есть несколько особенностей, которые связаны с этим нарядом, да. Во-первых, именно в Скандинавии, ну это, конечно, с одной стороны теория, придумали в свое время вешать на елку украшения. Ну, и первые украшения, конечно, были из соломы. Причем украшения были самые разные, например, украшения соломенные, например, в виде снежинок, звезд и различных фигурок. Их в свое время считали разнообразными талисманами, поскольку верили, что использование, например, соломы способствовало хорошему урожаю в следующем году. Кроме того, есть и свои традиции в изготовлении свечей. Так вот, свечи для елки и вообще для разничного периода делают здесь в полнолунии. В соответствии с древним поверьем, которое говорит о том, что свечи, которые сделаны в полнолунии, горят ярче всех. Кроме того, например, в Швеции короной из горящих свечей увенчивают самую красивую девушку. Мы говорили о таком растении, как амела. Оно тоже наряду с елкой используется для украшений. Также в норвежских семьях по традиции на домах и сараях развешивают снопы злаковых растений. И это считается как подарок для птиц, как только его не называют. Рождественская елка для птиц, рождественские украшения и так далее. Во многих скандинавских странах, как и в Дании, так и в Норвегии, в Швеции, принято ублаготворять тролля и домового, которые, как считают, обитают внутри гор, где хранят свои сокровища. Они уродливы, но обладают огромной силой и в то же время глупы. Конечно, если говорить о Скандинавии, то, наверное, первое, что хочется сказать, что скандинавские страны все время спорят, какой Дед Мороз, все-таки где родина Деда Мороза. Каждая скандинавская страна претендует на это звание. Мы уже об этом с вами говорили. И до сих пор ни одна страна не признает, например, та же самая Дания и Норвегия, они признают, например, финского Деда Мороза и его центр в Лапландии. И то же самое, например, делает и Финляндия. Если говорить вообще о череде новогодних рождественских праздников, то одним из важных, самых важных дней в скандинавских странах считается 13 декабря. Это праздник Святой Люсии, и он знаменует внесение света в темное время года. Вот вам опять и традиция зажигать свечи, да, которые присутствуют в скандинавских странах. В Швеции есть такое поверье, согласно которому святую можно увидеть на рассвете над замерзшими озерами. И повсюду обычно выбирают главную героиню праздника. Ну и вот перед нами картинка. Здесь представлены у нас соломенные украшения. Ну и в первую очередь украшения, например, в Норвегии. Долгое время считалось, что под Новый год, под Рождество более верно, подарки приносит не Дед Мороз, а рождественский козел. Но, тем не менее, традиция эта становится уже более редкой. Подготовка к Рождеству в Скандинавии ведется поэтапно. Всему свое время. Раньше, например, пиво варили 9 декабря, к дню Святой Анны. В Финляндии начинали готовиться к Рождеству 21 декабря, в День Святого Фомы. А 24 декабря все дружно ходили в баню. Перед праздником пол в некоторых семьях застилают солом. Иногда даже на ней спят. Солома у нас является материалом для разных изделий. И вновь мы видим здесь на картинке соломенное украшение. Кроме того, делают из солом и абажуры. Ну и, вот, кстати говоря, раньше ёлку в Скандинавии заменял деревянный шест, который украшивали красной и зелёной бумагой. А и, опять-таки, использовали разные свечи. Да, вот здесь у нас представлена такая свеча в виде снеговика. Но, тем не менее, в Скандинавии очень популярно использовать на все новогодние и рождественские праздники самые разные свечи. Да, свечи бывают самой разной формы, они очень красивые. И, например, Дания вообще занимает первое место по потреблению в Европе свечей на человека. Праздничная еда в скандинавских странах, конечно, существует несколько версий. Некоторые считают, что она не отличается от общепринятой, но это не совсем так. Вот, например, по некоторым данным, например, праздничный обед в Дании и Норвегии состоит аж из 60 блюд. В Дании также мы можем встретить в качестве новогоднего и рождественского блюда, кроме тех, о которых я говорил, это фаршированные сёмгой огурцы. Ну и вообще, конечно же, все скандинавские столицы, да и вообще все страны скандинавские, они украшаются самыми разнообразными украшениями. И украшения самые разные. Вот, кстати говоря, если говорить о игрушках, то вот, например, в Дании в качестве, например, новогоднего украшения популярны сердечки, да, которые ещё и используют на день Святого Валентина. Причём украшения, вот если у нас здесь представлены украшения стеклянные, пластиковые, да, и украшения деревянные, то, например, в той же самой Дании и Норвегии часто используют ещё для производства украшений даже благородные металлы, такие как золото, серебро, а в некоторых случаях и платина. И такая традиция существует не только в скандинавских странах, но и в той же самой, например, Германии. Ну, как мы видим, конечно, украшения у нас разные используются. В скандинавских странах я ещё раз хочу повторить, что тут могут использоваться как украшения оригинальные, то же самое рождественское, например, в качестве новогоднего, это сердечки, которые популярны в такой стране, как Дания. Опять-таки, есть разные украшения, которые у нас напоминают по форме звёзды. Вновь мы покажем вот такие вот. Здесь у нас деревянные, правда, украшения, но, тем не менее, в скандинавии они тоже пользуются определённой популярностью. Ну, и вновь, если возвращаться к теме сердечек, то вот здесь ещё одно такое очень оригинальное украшение, которое вы можете видеть. Тоже вполне рождественское, ещё оно немножко даже звенит. Ну, и вот ещё одно украшение, которое тоже у нас в виде сердечек, тоже можно посмотреть. Итак, конечно, в скандинавских странах к Рождеству и к Новому году относятся очень ответственно. Ну, если, например, в Дании снега не очень много, то, конечно, в Норвегии снега значительно больше. И в том числе и из-за этого датчане считают, что норвежцам повезло, что Бог им дал удивительную природу. Хотя той же самой Дании принадлежит, например, Гренландия, да, самый большой в мире остров, на котором очень тоже большое количество снега. Если говорить ещё о некоторых интересных вещах, которые связаны и с Новым годом, и Рождеством. Я уже, например, говорил о том, что, например, в той же самой Дании у нас проходят различные шествия, в том числе и Дедов Морозов, которые собираются со всей планеты. Ну, и также есть ещё одна очень такая оригинальная вещь, которая есть только в Дании. Это так называемые датские рождественские тарелки. Стоят они очень дорого, и, как мы видим, на вот этой рождественской фарфоровой тарелке изображён зимний пейзаж. Мы видим на ней на тарелке ёлку, дом в снегу, ну, и вот такая типичная снежная картина. Ну, и видим, что эта тарелка датирована 1976 годом. И многие коллекционеры со всего мира собирают датские рождественские тарелки. Особенно они популярны в Японии и Соединённых Штатах Америки. Ну, тем не менее, если мы говорим о Скандинавии, то, во-первых, конечно, если говорить общие черты, Рождество в Скандинавии – праздник семейный. Ну, в то же время в некоторых провинциях, наоборот, ходят в гости. А есть легенды скандинавские, которые, наоборот, говорят о том, что если вы в Рождество пойдёте в гости, то счастье уйдёт вместе с вами из дома. И не забывайте дарить подарки самым разным рождественским персонажам, да, от тролля до нисы. В разных скандинавских странах они свои, иначе они очень обидятся и обязательно вам отомстят. А вот если вы их задобрите, то тоже можете получить от них подарок. В Новый год есть разные традиции. Например, в Швеции принято разбивать посуду у дверей друзей. А раньше даже существовал такой, скажем, ритуал обычай отпугивания старого года. Несколько мужчин выходили на улицу и выстреливали из ружей воздух. А вот эпилогом праздников в Скандинавии считается 13 января, День Святого Кнута. В этот день начинают убираться и выметают таким образом Рождество. Ну и если, конечно, говорить о скандинавских традициях, то, например, в той же самой Дании на Рождество буквально-таки воздух упитан, например, запахом лакрицы. Который затем, чем ближе становится Рождество, сменяется с ароматами корицы, имбиря, гвоздики и кардамона. На улицах пахнет шареным миндалем, который засахаривают прямо в присутствии покупателя, в огромных бочках, наполненных сиропом. Ну и на рынках, конечно же, появляются пушистые елочки, сосенки и кипарисы. И некоторые так называемые в той же Скандинавии датские елки, которые на самом деле являются пихтой. Ну и, как мы видим, скандинавские страны, безусловно, богаты рождественскими традициями, поэтому мы еще не раз вернемся к ним, поговорим о том, как, например, то же самое Рождество празднует у нас в Финляндии, о котором мы уже не раз говорили вместе с Ольгой Гладковой, о городе Раваниеме, в котором является, ну или, по крайней мере, претендует на родину Деда Мороза. Ну а сейчас нам Ольга Гладкова расскажет о Копенгагене, столице Дании. Атрибуты Нового года и Рождества. Передача девятая. Столица Нового года и Рождества. Ведущая Ольга Викторовна Гладкова. С Новым годом и Рождеством вас, Ольга Викторовна! Спасибо. Здравствуйте, дорогие телезрители. И сегодня мы продолжим рассказ о Рождестве. Да, и сегодня мы попробуем с вами найти, где же у нас все-таки находится столица Нового года и Рождества. Что же это за гор? И можно ли ее вообще отыскать? Ну, наверное, все-таки каждый город во время Рождества очень красив. Да, конечно. Поэтому я предлагаю поговорить сегодня о Копенгагене. Копенгаген у нас столица Дании. И как раз мы часто говорили о том, что именно скандинавские страны претендуют на то, чтобы являться родиной Деда Мороза и являться центром Нового года и Рождества. В каждом датском доме празднование рождественского поста начинается с первого украшения рождественского венка, сделанного из еловых веток, на которых закреплены четыре свечки белого или красного цвета. Венок подвешивается или ставится на обеденный стол. На четвертое воскресенье перед Рождеством зажигается первая свечка на венке, что символизирует начало самого важного и веселого праздника в году. То есть мы здесь опять встречаемся с нашим рождественским венком, о котором мы уже с вами говорили. Рождество – самый важный праздник датского календаря. Улицы, магазины очень красиво украшаются. И в каждую пятницу во время рождественского поста фирмы и компании закрываются рано, устраивая для сотрудников рождественские ланчи, которые затягиваются до позднего вечера. Получается, вообще, Копенгаген действительно, у него есть такая, например, традиция, если мы вернемся к елке, которая у вас здесь находится, Вот, оказывается, елка тоже является определенным символом Копенгагена. В центре города у нас обычно есть большая ель. Рядом вот с этой елью, да, ну и вообще любая ель, она как бы символизирует доброту, да. И вот рядом с елью устанавливается небольшой ящичек, куда люди бросают деньги на пожертвования для бедных людей. Именно такая традиция существует в Копенгагене в Рождество. Да, хотелось бы еще добавить, что немногие страны празднуют Рождество с таким весельем и обилием света. Для того, чтобы рассеять серость зимних сумерек, датчане зажигают тысячи и тысячи свечек. А в первую неделю рождественского поста мэр Копенгагена зажигает огромную рождественскую елку, подарок датчанам от их соседей норвежцев. Да, действительно, Норвегия славится своей природой, и даже датчане немного завидуют норвежцам, считая, что вот все-таки Бог им помог, что эта страна действительно одна из самых красивых в мире. Ну вот мы можем вновь опять увидеть Копенгаген. Ну, я думаю, что не только Копенгаген у нас претендует на роль столицы Рождества. Но есть ли еще какие-то традиции в Копенгагене? Есть традиции. Хотелось бы поговорить о рождественском ужине. Первое блюдо – это рисовый пудинг, в который запекается миндальный орех. И тот, кто первый его находит, получает приз, например, фрукты в марципане. На второе обычно подается гусь, фаршированный яблоками и черносливом, с гарниром из красной капусты и картофеля. Десерт – самая разнообразная датская выпечка. Ну, тем не менее, вот если мы говорим о Копенгагене, то, конечно, ему в первую очередь не хватает самого главного – снега. Ну, то же самое можно, конечно, сказать и об Афинах. Хотя, когда мы вообще с вами искали, где же все-таки находится родина Деда Мороза, то, если быть честно, наверное, нужно сказать, что это все-таки Греция, если говорить о Святом Николае. Ну, тем не менее, даже вот Афины, где температура очень высокая, тоже очень достаточно широко справляют праздник Рождества. И даже у греков есть такая традиция. Когда они приходят в гости, они берут с собой камень. И камень этот кладут рядом с жилищем того человека, к которому они пришли в гости. Считается, что чем камень больше, тем больше будет достатка у гостя, к которому греки пришли в гости. Ну, конечно, и Москву, я думаю, тоже в последнее время, тоже можно назвать столицей Нового года и Рождества. Город наш преобразовывается, становится красивым в этот период, и люди все более и более пышно отмечают этот праздник. Ну, а в следующий раз, в одной из следующих наших программ, мы, наверное, поговорим о таком явлении, как Рождественский базар. Да, конечно. В Москве тоже очень много рождественских базаров, на которых представлены и елки, даже и живые, множество игрушек, подарков детям и взрослым. Ну, а традиция-то пришла к нам из Германии. Спасибо, Ольга Викторовна. До свидания. Итак, мы узнали много нового, но мы с вами продолжим искать столицу Рождества и Нового года. И поверьте, разные города претендуют на это звание, и, наверное, трудно выбрать. Будь то это Копенгаген, Афины, Москва, Санкт-Петербург, Великий Устюг, или, например, немецкие города. Которые мы попадем в следующий раз, и Раваниеме. О них мы узнаем в следующих программах. Ну, теперь давайте вернемся к традициям празднования Нового года и Рождества. Итак, мы узнали, например, для спокойных и улыбчивых датчан и норвежцев подготовка к Рождеству – это дело серьезное и кропотливое. А что же происходит на Рождество и Новый год, например, в такой стране, как Австрия? Итак, давайте мы переместимся в эту страну. Конечно, встреча Нового года в Австрии, особенно в городах, носит общественный характер. Люди в это время не любят сидеть дома. И особенно это присуще столице Австрии, городу Вене. Даже существует такая версия. Ни в одной другой столице Европы вы не проведете так весело время на Новый год, как в Вене. Каждый раз Новый год и Рождество превращаются в массовые веселые праздники, главное действие которых разыгрывается на улицах и площадях города, в кафе, погребках, театрах. Центральной подмосткой новогодних праздников является площадь Стефан-Планс. К полуночи 31 декабря сюда стекаются тысячи горожан, чтобы услышать в новогоднюю ночь звон колокола Пумерин, отлитого еще в 1771 году и установленного на соборе Святого Стефана. Причем устремляются не только обычные граждане, но и отряды полиции, машины скорой помощи и так далее. Это связано с тем, что уже с первыми ударами колокола в небо летят петарды, бенгальские огни, ракеты. Ну, тут, конечно, празднование Нового года очень похоже на празднование его у нас, например, в России, в том числе и в Москве. Есть и другие традиции. Одна, например, из самых главных новогодних традиций заключается в следующем. 31 декабря в двух театрах Австрии, а именно в Государственной опере и Народной опере, традиционно дается оперета Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Каждый житель Вены считает, что хотя бы один раз в жизни он должен обязательно побывать на новогоднем представлении знаменитой опереты. И понятно, что желающих очень много, тем более, что и многие иностранцы, которые приезжают в Вену на Новый год, тоже хотят попасть на летучую мышь. Так вот, билеты на летучую мышь очень часто заказываются за год, и стоят они очень дорого, хотя это не останавливает людей. Есть и другие приметы, которые связаны также с Новым годом. Ну, и среди предмет, это, конечно, подкова. Накануне праздника к дверям домов прибивают подкову. Ну, как бы считается, что это символ счастья и благополучия. Ну, в первую очередь, конечно же, удачи. Другими символами счастья считаются трубочисты свинья. Ну, в принципе, вот здесь, конечно, во многих европейских странах, и когда мы еще вновь вернемся к той же самой Дании, тоже символами являются трубочисты свинья. Прикоснувшись к трубочисту, считается, что человек будет счастлив в течение следующего года. Кроме того, в Новом году, к Новому году в Вене выпускают специальные монеты с изображением мальчика верхом на свинье. Ну, и если, конечно, говорить о том, как еще празднует Новый год в Австрии, то в первую очередь, конечно, можно поговорить и о новогоднем и рождественском столе, который у нас характерен для этой страны. Ну, вот, если говорить, например, о сладостях, то в первую очередь можно отметить венские ванильные подковки, которые как раз здесь перед вами. Также мы видим всем известный яблочный штрудель. А вообще, на новогоднем столе очень часто появляются пироги с сюрпризами. В начинке может запекаться монетка, орешек или стручок перца. Кому сюрприз достанется, тот и будет счастлив в Новом году. Ну, конечно, есть и другие традиции, например, специальный хлеб, который тоже печется в Австрии. Также, например, считается, что этот хлеб может отгонять самые различные болезни. И печь такой хлеб нужно обязательно в присутствии всех домашних. Чем больше глаз на него смотрит, тем более, считается, тем лучше урожай будет в следующем году. Ну, опять-таки, здесь уже такие старинные приметы, которые связаны с традициями как и Нового года, так и Рождества. Ну, а рождественско-новогодний цикл в Австрии у нас заканчивается 6 января. Это день Богоявления, Эпифания, известен в Австрии больше как день трех королей, которые связаны с христианским преданием о трех магах – Бальзотере, Каспере и Мельхиоре, которым звезда указала путь к младенцу Христа, то есть имеется в виду волхвы. Ну, и главный, итак, если мы говорим, опять-таки, об этом предании, то главные действующие лица на празднике обычно – это три мальчика в длинных белых рубахах и коронах на головах, один из которых – Каспар с черным лицом, иногда в сопровождении хора, ходят по домам, поют и читают стихи, за что и получают гостинцы. Ну, конечно, тут эта традиция такая перемешалась, трудно сказать, откуда она точно пошла, может быть, там прародителями и не являлись волхвы. Ну, в принципе, основная тема этого праздника – это извещение о рождении Христа и различные пожелания. Последние иногда до сих пор сохраняют форму старых заклинаний. Ну, и, конечно, если говорить, опять-таки, об Австрии, то в Австрии тоже обычай, например, приносить зеленые ветки или деревца в дом достаточно был уже широко известен в прошлом и сохранялся еще до XIX века. А елку, например, в некоторых провинциях даже считалось, что нужно оставлять до 2 февраля. Причем вот это дерево, которое оставалось до 2 февраля, конечно, оно представляло уже собой достаточно жалкое зрелище. Так вот, у него считалось, что есть масса целебных свойств. Считалось, что это дерево способно отгонять болезни и несчастья. А 28 декабря, например, еловыми ветками дети ударяли прохожих и говорили, будьте здоровы, живите счастливо. Таким образом, еловые ветки у нас часто использовались в Австрии как оберег. И также в некоторых легендах говорится о том, что еловые ветки использовались в сочельник для чистки каминов и печных труб. В домах обычно елку подвешивали к потолку. То есть это такая старая традиция, когда елка висела у нас наоборот. Естественно, использовались тогда деревца небольшие. В Вене на Рождество делали букеты из веток елки и украшали их бумажными цветами. Ну а в 16 веке, прошу прощения, уже с 16 века еловые ветки тоже приобретают определенное значение. Да и вообще другая зелень, которая тоже использовалась вместо елки, тоже своего рода можно считать была предшественником елки. Ну, в свое время обычай, например, рождественского дерева какое-то время в Австрии считался нехристианским. И поэтому какое-то время он был отрицательно встречен со стороны католического духовенства. Но, благодаря своей популярности, елка в Австрии стала тоже непременным символом как и Рождества, так и Нового года. И, в принципе, если разделить Рождество и Новый год, то, конечно, Новый год, он скорее носит как праздник более общественный характер в Австрии, чем Рождество. Но о том, как праздновали Новый год, я уже вам в Австрии говорил. Еще одна страна, которая тоже имеет свои традиции празднования этого праздника, это сосед Австрии, Швейцария. Страна, одна из самых красивых в Европе, тоже имеет свои традиции новогодних и рождественских праздников. Например, некоторые деревни Швейцарии имеют свои уникальные традиции празднования. Например, 5 декабря, в канун Дня Святого Николы, в маленькой швейцарской деревушке Куснахт, расположенной на берегу озера Люцер, проходит праздничное шествие с факелами. Но это характерно и для многих других стран. Но, тем не менее, люди обычно одеваются в белые одежды и сопровождают Святого Николаса, неся более 200 кроматных факелов, размером достигающих 6 футов. Ну и обязательно вся эта процессия проходит под звуки колокольчиков. И каждая деревня швейцарская имеет свои традиции празднования Рождества. Ну, вы мне зададите вопрос, почему это так? На самом деле это связано с тем, что в зимнее время из-за обильных снегопадов деревни оказывались изолированными от другого мира. И получалось, что в них возникали свои традиции, которые были уникальны. Местность в Швейцарии была горная, и поэтому деревни практически друг с другом в зимнее время не общались. То есть сообщение было практически невозможно. Существует и так называемый детский парад в Швейцарии в деревне Вайнфельден. В последний четверг, перед Рождеством, ребятишки выходят на улицы с разукрашенной кормовой свеклой. Из свеклы выбирается середина, а внутрь ставятся свечки из пчелиного воска. Сначала дети идут на центральную площадь, где они поют рождественские гимны, а затем ужинают в столовой. Традиционное угощение в Швейцарии – это колбаски с хлебом. В это время взрослые проводят время в тавернах или кофейнах, а городская дума собирается в ратуши для обсуждения годового бюджета. Ну и даже есть такая легенда, что считается, что швейцарцы очень экономны. Поэтому они после празднеств берут и очищают воск со свеклы и добавляют свеклу в кормушки для скота. Ну а вот, например, в деревнице Фен несколько десятков молодых холостяков выходят на улицу в канун праздничной процессии Рождества. Ну и самый высокий холостяк, одетый в белые одежды и с приклеенной белой бородой, возглавляет шествие, неся прикрепленную к шесту тряпку, покрытую сажей. И толпа любопытствующих рискует оказаться с ног до головы испачканной в саже. Ну вот такие вот оригинальные традиции есть в деревнях Швейцарии. А вот, например, в деревне Халвилл в Швейцарии Рождество проходит относительно спокойно. Семь девочек, обычно 13 и 14 лет, совершают старинный обряд. Закутанные вуали, так называемые рождественские дитя, и шесть сопровождающих, одетые в розовые платья, посещают каждую семью в деревне вечером под Рождество. А рождественское дитя приветствует собравшихся членов семьи рукопожатием и раздает детишкам угощения, пироги и печенья, в то время как остальные шесть девочек поют рождественские гимны. Вот вам, пожалуйста, своеобразный Дед Мороз и Снегурочка. Потом они молча удаляются. Ну, как мы видим, конечно, традиции в Швейцарии очень разнообразны. Ну, вот, например, есть, существует и древняя традиция в городе Лаупен, празднование Рождества, которое находится неподалеку от Берна. В начале девятнадцатого века эти празднования уже происходили в этом городе, и, в принципе, празднования эти были очень шумные, и поэтому правительство очень долго пыталось запретить эти праздники из-за шума и хулиганства. В итоге они добились того, что церемония стала проводиться под Новый год. В ночь, 31 декабря, школьники делятся на три очень шумливые группы. Собираются в городе у городского замка и шествуют к деревне. Первая группа называется звонари. Так вот, звонари несут большие колокола, звон которых слышен за несколько миль. Вторая группа – метелочники. У каждого в руках по метле. И третья, самая странная группа – пузырчатые. Они вооружены надутыми свиными пузырями. Процессы часто останавливаются. Предводитель читает стихи, провожая старый год и желает в Новом году всем счастья. Во время чтения поздравлений метелочники размахивают своими можжевеловыми венниками. В конце шествия метелочники и пузырчатые начинают колотить толпу зрителей свиными пузырями. Особенно они пытаются драться с молодыми девушками. Праздничество заканчивается только тогда, когда все пузыри лопаются. Ну и, конечно, не всякий иностранец захочет посмотреть такой праздник. Ну, также в Швейцарии готовятся к Рождеству за целый месяц. На специальный столик кладут венок из веток и цветов, и каждое воскресенье ставят на него по свече. Появление четвертой свечи означает, естественно, наступление Рождества. Ну и, если говорить о традиционных блюдах, то это в основном традиционный лосось и особое жаркое. Конечно, есть свои традиции и в Великобритании. Причем можно их, с одной стороны, разделять на те традиции, которые существуют в Шотландии и которые существуют в Англии. Да и в Уэльсе тоже характерны свои определенные традиции. Например, на Рождество, если мы говорим о Великобритании, все окна домов освещены свечами. Поэтому среди местных жителей ночь под Рождество называется ночью свечей. Ну и в Англии вместо так называемого традиционного рождественского полена сейчас очень часто стали зажигать опять-таки рождественскую свечу, которая и заменила рождественская полена. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я с вами прощаюсь. До свидания.